Ребята, всем привет! Вы на канале Мульчер Эксперт, с вами Антон Хатунцев. Сегодня мы находимся в Крылатском, в Москве, на соревнованиях по мотокроссу. Приехали вместе с командой из города Губкина. Многие не знают, но мы стараемся принимать участие в развитии мотоспорта в городе Губкин. И сегодня мы приехали на соревнования. Ребята сейчас прогревают мотоциклы. Мы настроены забрать первое место. Поехали! Ребята сейчас прогревают мотоциклы. Ребята выступает на мотокроссе в Крылатском городе Москва. И у нас наш любимый молодой участник, который сейчас расскажет о соревнованиях. Значит, давай представимся еще раз. Как тебя зовут? Меня зовут Марк. Где твой мотоцикл? Вот. Пойдем покажешь мотоцикл свой. Вот. Вот этот маленький, да? Технические характеристики давай чуть-чуть. Объем двигателя какой у него? 50. 50 кубов. Колеса шипованные. Будешь на шипах сегодня ездить, да? Да. Так, а ты у нас на этой трассе в Крылатском ездил когда-нибудь? Нет. А перед соревнованиями вы будете тренироваться, ну, чтобы ты трассу понял эту, как она выглядит, да? Да. То есть тебе не страшно, ты себя нормально чувствуешь, уверенно? Ну, да. Я тебя понял. У тебя уже второй шаг к чемпионату мира, да? Да. То есть первый раз мы с тобой познакомились на соревнованиях в городе Губкин. Да. Ты там хорошо выступил. Какое место занял? Такое. Второе? Красавчик. Да. Давай, я тебе желаю победить. Будем за тебя болеть. Спасибо. Город Губкин прославится, да? Да. Красава. Город Губкин прославится, да? Красава. Красава. У нас, значит, прошел сейчас один заезд на по 50 кубиков. Наши участники из Губкина заняли третье и четвертое место, но это в первом заезде. Будет еще второй заезд, что будет финишем. И сейчас у нас заезд на 85 кубиков объем двигателя мотоциклов. У нас участвуют два участника. Сейчас, в данный момент, идет прям разгар соревнований. Сейчас, в данный момент, идет прям разгар соревнований. Марк приехал, каким он приехал, мы узнаем чуть-чуть позже. А сейчас спросим у Марка первые его впечатления. Марк, как трасса была? Сложная или легкая? Легкая. Легкая? Тебе прям давать на хорошо, да? Да. Мы за тобой следили. За тебя даже я слышал, комментаторы сказали, когда, ну, я слышал, они говорили, Марк идет, значит, Губкин 31, третье место. Ну, результаты мы узнаем чуть-чуть попозже, да? Красавчик, давай пять. Добрый день, меня зовут Алексей. Добрый день, Алексей, Антон. Да, я представитель Федерации Минститута спорта города Москвы. Сегодня у нас приехали на нашу гонку, приехали ваши спортсмены. Из Белгры, как бы, да, участвовали в девушках классах, участвуют в взрослых классах, да. Я так понимаю, что вы тоже занимаетесь развитием и популяризацией спорта у себя в городе, как бы, да, и планируете строить трассу. В городе Губкин. Да, в городе Губкин. Вот, интересно, что можешь посоветовать, чего сейчас не хватает и что может простимулировать именно развитие мотоспорта в регионах? В сегодняшний момент самая большая проблема вообще мотоциклетного спорта России, как бы, да, это даже не касается, там, Москвы и Белгорода, как бы, да. Мы проводим большие мировые соревнования, тратим огромнейшие деньги на приезд спортсменов, но при этом не популяризируем его в регионах. У нас нет детских, юношных команд. Они раньше были, в Белгороде была крутая, как бы, раньше команда, по-моему, называлась команда Белогоря. Да, то есть это была очень большая команда с большим, большим бюджетом, как бы, да. Плюс спортивные программы, социально значимые, как бы, да, то есть их нужно развивать. Они у нас под разные виды спорта, под футбол, под хоккей, под более, под более, как бы, значимый. Я считаю, что мотоциклетный спорт, он в России особенно, как бы, да, у нас очень много бездорожья. Он говорит, что мотокросс, эндуро, как бы, да. Мотокросс у нас первый вид спорта, который всех объединяет, да. А дальше уже, там, эндуро, там, супермото, там, кольцо, там, всякие виды спорта, да. Поэтому нужно иметь трассы, да, и популяризировать, как бы, да, там, именно не только спорт, а именно и хоббистское направление. Потому что хоббисты, как правило, несут деньги для того, чтобы мог объект существовать. А все остальное, там, команды, более продвинутые спортсмены, это больше, как бы, для популяризации, именно для значимости города, что у них есть такой спортсмен. А у вас есть сейчас филиалы какие-то в регионах, которые, вот, именно шефство, вы над ним лежали? Нет, мы пока в течение двух лет занимаемся именно развитием Москвы. То есть у нас 15-20 лет, в Москве, как бы, не было ни федерации, которая работающая, как бы, да, то есть она была, но она не работала. То есть мы уже два года больше 5 мероприятий в таком уровне провели, сделали сборную Москвы по мотоциклетному спорту, именно по мотокроссу в этом году. В прошлом году мы заняли седьмое место, в этом году будем бороться там за тройку. То есть с городом мы работаем, город нам помогает, есть, скажем, позитив в открытии спортивной школы именно московской, с поддержкой города. А соревнования есть уже какие-то на международный уровень, за границу как-нибудь выезжаете? У меня ребенок, ребенок с 2006 года, ему сейчас 15 лет, то есть больше 10 лет мы занимаемся вот именно мотокроссом. У нас были европейские соревнования и мировые соревнования, то есть мы участвовали примерно где-то в 4-6-5 миров. Да, там, ну, результата прям такого большого как бы не было, где-то он травмировался, где-то он там в засечку еле-еле попал, как бы, да. А в Европе самый лучший результат у него было второе место на зоне. А сколько нужно денег, чтобы обычная семья смогла отдать своего ребенка на занятия? Что для этого нужно, сколько это денег? Тут вопрос, вопрос, надо просто разделить хобби и спорт, да, хобби направление, как говорится, по социальной значимой истории. То есть это должны быть городские мотоциклы города, да, которые покупают и учат детей. Если это дети перспективные, у них должна быть программа, которая дальше тебя ведет в спорт большой, да, потому что ты можешь в год тратить там 200-300 тысяч, как бы, да, когда этот спорт уже серьезного уровня, да, то есть это от 5 миллионов рублей. То есть это, ну, это реально очень дорого, да, в связи с тем, что мотоциклы дорогие, вилки, подвески, топливо, стартовые взносы, как бы, да, там, ну, и поездки заробежные. Ясно. Я думаю, на этом можно подытожить. Спасибо. Да, потому что шипы. Сейчас будет вручение призов. Мы забрали два места. Третье, четвертое, в классе 50 кубиков. Так, чуть-чуть шире, третье место. Здорово, молодец. Слушайте, а знаете, что, москвичи и многие участники, значит, здесь живут на месте, и у них была возможность всю зиму по этой трассе тренироваться. А наши ребята приехали в первый день, разогрелись, забрали место и сейчас поедем по домам. Ну, давай, поделись эмоциями. Расскажи, какое ты сегодня место занял, как тебе это удалось? Занял я третье место. Удалось мне это сделать. Сложно? Да. На этой трассе когда-нибудь тренировался? Нет. А если бы у тебя было время и возможность потренироваться, ты бы занял первое место? Занял, конечно. Передаю всем привет Белгородской области. Желаю, чтобы все обходилось без стран. И развивался мотоспорт в Белгородской области? Да. Всем добрый день. Мы сейчас находимся на трассе РГМОТО. Это Крылатская Москва. Находимся на первом этапе чемпионата Москвы и Московской области. Мы очень рады, что мы сюда попали. Но немножко не совсем рады, так скажем. Не все доехали, кто хотел сюда доехать. Не хватает Алексея с его ребятами. Не повезло немножко. Транспорт подвел. Ну а так в целом мероприятие классное. Мы первый раз на этой трассе. Но трасса специфическая. Да, больше напоминает суперкросс. К таким дисциплинам мы не особо привыкли. Но ребята адаптировались за одну всего лишь тренировку. Так как мы не тренировались на ней ранее. А ребята из Москвы, конечно, всю зиму здесь провели. И у них результаты немножко получше, чем у нас. То есть в классе 50 у нас третье и четвертое место. А в классе 85 у нас 17 и 21 место. Я думаю, что для уровня Москвы, из Белгородской области приехав и забрав третье и четвертое место, это круто. Да, это круто. Но будем готовиться дальше. Будем участвовать еще. Спасибо всем, кто помог в этой поездке нам. Все. Все. Красавчик. Идем прощаться с ребятами. Провожаем всех домой. Все. Давай. Все. Счастливо. Пока. Спасибо большое. Всего доброго. Давай. Да, не почти. Валенки. Валенки. Валенки топ. Ребят, на этом выпуск заканчивается. Я очень рад, что команде Губкин 31 получилось приехать в Москву, в Крылатское, поучаствовать в соревнованиях. В классе 50 кубиков забрать третье и четвертое место. На этом мы не будем заканчивать наше развитие. Будем развивать мотоспорт в Белгородской области. Строить новую трассу. Забирать новые вершины и первые места. До новых встреч.